Всем привет! Вот мы и дошли до той стадии осени-зимы, когда у нас количество людей, которые организуют лекцию на лекции, больше, чем количество слушателей. Спасибо всем слушателям, которые с нами до сих пор. У нас с вами, как обычно, разговор по вторникам про разработку программного обеспечения под Linux. И сегодня очередная тема из жанра впихивания невпихуемого, потому что, понятное дело, что тема бесконечная сама по себе, которая называется информационное пространство и документирование. На самом деле только документирование, и на самом деле, забегая вперед, только техническое документирование, потому что иначе, конечно же, за одну лекцию можно сделать обзор, а больше ничего сделать нельзя. Прежде чем мы что-нибудь с вами будем делать ручками, давайте немножко поговорим про документирование как таковое, потому что так же, как в случае перевода интернационализации, информационное пространство вокруг проекта, будь то пространство для пользователей или пространство для самих разработчиков, это довольно сложная структура, которая ни в коем случае не укладывается ни в один из инструментов какой-то конкретный, а если делать для этого комбайн, то комбайны, как правило, страшные, ужасные, где людей цепями приковывают к какому-то workflow внутри этого комбайна и не разрешают ходить ни вправо, ни влево. Во-первых, стоит понимать, что у некоторого инфопузыря, инфопространства вокруг вашего программного продукта есть три цели его разработки. В первую очередь, то, что нас интересует больше всего, это инфопространство для разработчиков, то есть для нас с вами, как организовать разработку таким образом, чтобы было удобно ориентироваться в ней. Для пользователей вашего продукта и сообщества, которое вокруг этого продукта формируется, и в интересах маркетинга, продвижения. Короче говоря, то, от чего ни разработчикам, ни пользователям по большому счёту не хорошо и не плохо. К вам может прийти ваш пиар или там, не знаю, здравствуйте, теперь количество проводящих лекцию, количество в ней участвующих сравнялось, это прекрасно. Значит, соответственно, разумеется, мы с вами будем говорить только про часть разработки и про очень небольшое. Откуда берётся эта информация? Ну, разумеется, документирование самих исходников, и это то, о чём мы будем на самом деле говорить сегодня, а больше ни о чём. Внутри текстов на каких-то языках программирования и, в общем-то, даже, может быть, будут включаться даже какие-то отдельные тексты на естественных языках, но конкретно внутри самих исходников содержится какая-то информация, которую было бы недурно извлечь и в красивом, удобном для ориентирования виде показать другим разработчикам, другим людям, которые вместе с вами работают над вашим проектом. Довольно популярно засовывать эту информацию в комментарии, даже есть такая дисциплина, которая называется Little-Write Programming, когда вы сначала пишете одно большое эссе, такую научную статью на тему, как должна работать ваша программа, а потом вставляете между строк комментарии на языке какого-нибудь высокого уровня, на языке программирования типа Haskell, и она внезапно начинает работать. Ну вот, но комментарии – это такая штука, что ли, достаточно необязательная. Вот в лекциях, где мы касаемся стиля программирования, мы понимаем, что это скорее результат какой-то договоренности, какого-то осознания того, что нужно документировать в виде комментариев, а что не нужно. Ну вот, а вот, например, документирование API, которое предоставляет ваша, скажем, ваша библиотека или ваш инструментарий другим пользователям, программистам, другим разработчикам, вот это как раз очень важная штука, без документирования API вообще-то пользоваться каким бы то ни был инструментарием просто нельзя. Тем более его нельзя, разумеется, публиковать, выставлять всеобщее посмешище, обозрение, потому что без документации исходный код – это ну такое. А даже на самом деле и самому пользоваться чем-то, что ты аккуратно не задокументировал, довольно тяжело, потому что люди меняются, время проходит, мы не слишком многозадачны и так далее. Где можно документировать API? API можно документировать примерно в двух местах, либо в самом коде программы, и это очень удобно, потому что такое документирование играет сразу две роли. С одной стороны, вы можете выгнать из этого техническую документацию и потом отдельно ее читать. А с другой стороны, люди, которые работают с этим исходным кодом, включая вас, видят хорошо задокументированное API и понимают, как пользоваться данной функцией прямо сейчас, не лазя ни в какую документацию. Но, разумеется, какие-то вещи должны быть в вашей документации дополнительно, какие-то методички, примеры использования, еще что-то, что засовывать прямо в исходный код программ довольно бессмысленно. А между тем это вполне себе документирование API. Из систем общего назначения, которые поддерживают процесс технического документирования исходных текстов. Наиболее известны два. Это Sphinx и Doxygen. Про Sphinx у нас будет разговор в следующем семестре, когда мы будем говорить про разработку программного обеспечения на Python. И это на самом деле стандарт документирования практически всего. Ну хорошо, не стандартно, но практически все на сегодняшний день можно задокументировать именно с помощью Sphinx, и с помощью Sphinx и документируется. Там огромный список пользователей у этого проекта, большой. Инструмент под названием Doxygen, который мы сегодня будем изучать, он, обратите внимание на дизайн сайта, существенно более старый. В том смысле, что возник он задолго до всевозможных Sphinx. Я так думаю, что даже задолго до появления публичных хостингов типа GitHub или SoSforge. Можно посмотреть на самом деле историю. Но боюсь, что историю полную мы не найдем, когда это было по времени. Можно посмотреть, конечно, по его репозиторию. Кстати, да, давайте посмотрим, когда у нас GitHub с какого момента живет. 10 тысяч коммитов. Не знаю, как посмотреть. Ладно. Короче, поверьте мне, что это очень старый проект. А, можно просто загуглить. Ну-ка. Ну вот, я бы не сказал, что он прям очень старый. Но все-таки из прошлого тысячелетия к нам идет, и я был прав, подозревая, что публичных хостингов тогда еще не было. Тем не менее, он живой, весьма живой, живет и процветает. Последний коммит был в последнюю неделю. 16 часов назад последний был коммит. Прошу прощения. Последний релиз был не помню когда. А последний раз сайт был перегенерирован, кстати сказать, из исходных текстов . Доциджен. Мы сейчас увидим, что вот этот вот странный дизайн из прошлого тысячелетия это как раз то, как генерирует Доциджен свою документацию. Был сгенерирован 21 октября. То есть реально сайт обновлялся буквально на прошлой неделе. Такие дела. Да. Так вот, я и говорю. Значит, документирование API есть всего лишь два движка. Про Sphinx мы говорить не будем. Будем говорить про Доциджен. Но, я думаю, многие здесь присутствующие, которые программируют более чем на C или на каком-нибудь питоне, знают, что в действительности очень-очень много инструментариев такого же рода, в котором можно документировать API и выгонять из этой документации какие-то форматы читаемые. Таких инструментов на самом деле много. Дело в том, что под каждую, условно говоря, не то чтобы дисциплину программирования, ну хорошо, под каждую дисциплину программирования, особенно на каких-нибудь языках типа Java, PHP, C-sharp какой-нибудь, существуют еще отдельные, применимые именно к этим языкам под системой документации. Идея стоит в том, что при документировании можно воспользоваться свойствами конкретного языка, и тогда документированная именно API, то есть информация для разработчиков, станет более понятным и полным. Sphinx когда-то тоже разрабатывался как такая система документации для Python, но что-то пошло не так, и теперь он захватил все. Между тем я продолжаю бла-бла на самом-то деле, потому что помимо собственно документирования исходников, источников информации могут быть, как это правильно сказать, семантика этих исходников, то есть смысл того, ответ на вопрос, зачем вы именно так устроили эти исходники. В первую очередь это структура каталогов, про которую мы довольно много говорили в этом семестре, видя как по умолчанию устроена структура каталогов для тех же AutoTools, что там отдельные исходники, отдельные тесты в отдельном каталоге и так далее. Наименование и назначение файлов, это довольно часто бывает видно в проектах на C, где файлы играют роль также и namespace, ну и так далее. Значит, вот эта вот часть, это действительно очень важная информация, которая не очень хорошо автоматизируется какими-то построителями документации, и вы эту информацию воспринимаете уже на уровне, так сказать, как профессиональный разработчик, глядя на эту исходники. Возможно, помимо документирования исходника внутри, нужно формировать некие документы, которые можно смотреть отдельно, такие справочники. Собственно, и docs, и джен, и сфинкс предназначен именно для формирования подобного рода документов, которые не будут, вам не придется лазить в исходные тексты за документацией, а вы просто будете смотреть на то, как на всякие MAN-страницы или инфо-страницы, или HTML-страницы, или PDF какой-нибудь распечатанные, на то, как задокументирован ваш программный продукт. Самый простой вариант, это, конечно же, минус-минус help и MAN, то есть ключик, вывод прямо в командной строке вашей утилиты, если это утилита командной строки некоторой справочной информации, и MAN, то есть подсистема документации в классическом Unix стиле, которая тоже доступна из консоли, мы все это сами видели. Вообще говоря, и то и другое, вот такие простые вещи очень нужны при изучении систем типа Linux, потому что нет никакого короткого единственного пути, в котором вы начнете работать с Linux, вам все равно придется много курить документацию. То, чем будем сегодня заниматься, это генераторы из документированных исходников, то есть исходники задокументированы, но формат их такой, что из них можно эту документацию отдельно выгнать и отдельно посмотреть. Более сложные тексты, которые порождают, например, подсистема техинфо, которые являются гипертекстами, и там можно целую книгу написать в формате техинфо, причем эту книгу можно в результате представить и как гипертекст. Вот видите, по ссылкам тут можно ходить. И даже вот так вот можно ходить. Вот так выглядит инфо, просмотр документации в стиле техинфо. А можно из того же исходника техинфо выгнать, например, PDF или HTML, потому что там где-то или лотех, из которых можно выгнать PDF, то есть настоящую книжку с комментариями, со всеми пирогами. В этом смысл вообще подсистемы техинфо, которая позволяет сгенерировать сразу несколько разных выходных форматов. Офлайн-справочники, то есть электронный и даже бумажный. Ну и такая штука, про которую мы говорить не будем, потому что она супер-супер большая, это онлайн, то есть публикация всех этих информаций где-то там в университетах. Фу, господи, в университетах, в интернетах этих ваших. Если вы уже выгнали какой-то HTML, его можно просто взять и публиковать. Вы можете воспользоваться сайтогенератором и тащить с собой документацию, которая с одной стороны удобно читать и так глазками, потому что она в каком-нибудь там вики-формате, в каком маркдауне, а с другой стороны вы берете сайтогенератор типа пеликана, вот, всем рекомендую, который генерирует из читаемых, человекочитаемых исходников, кажется, на restructured тексте, не на маркдауне, а может быть и на том, и на другом. Генерирует прямо целый сайт статических HTML, которые можно публиковать и все вот это. Вы можете на самом-то деле просто воспользоваться гитхабом, гитлабом и всем остальным, в которых есть своя собственная система публикации документации. Например, и гиткаб, и гитхаб, и гитлаб. Любой текст в маркдауне немедленно показывает, как размещенный текст. Вот это всё. Ну, как бы классика. И, наконец, об этом мы будем чуть-чуть больше говорить в следующем семестре. Есть специализированные серверы, сервисы по публикации именно документации. Это, в первую очередь, RedDocs и Gitbook. Ну, RedDocs — это про документацию генератора, а Gitbook — это прямо про написание книг, которые будут лежать в интернете. И вы можете заранее заложиться в вашем проекте, что вы будете пользоваться именно этими сервисами и на них ссылаться. Так что, как видите, то, чем мы будем заниматься сегодня, а именно, где же этот пункт? Вот. Это только небольшая часть того, что можете сделать. Я, вообще-то, отдельно опускаю и не разговариваю про организацию информационного пространства в самой разработке. То есть, гид-репозиторий, ведение гид-репозитория, дисциплина коммитов в гид-репозиторий, дисциплина использования веток, дисциплина совместной разработки и вот это вот всё. Дальше всё, что лежит за пределами системы контроля версии, а именно всякие межреквесты, ревью, вся вот эта машинерия — это тоже, в общем, информационное пространство. Про это можно вообще большой курс прочитать. Поэтому, конечно, мы сегодня заниматься не будем. Ну что? И вот, наконец-то, мы вернёмся к тому, что у нас есть. Значит, вот Doxygen — это такой инструмент, как я уже говорил, документирование API. Вот фичи языка описанные. Сейчас давайте мы сделаем, чтобы было видно эти фичи языка. Ух тут много. Вот. Который инструмент позволяет… Вот язык разметки, как видите, он достаточно развесистый, прям реально развесистый. Позволяет описывать семантику, то есть поведение вашего кода, ну, в первую очередь, методу, функции вот этого всего, имея какие-то специальные комбинации, специальные ключевые слова на все случаи жизни. Мы некоторые из этих ключевых слов сегодня посмотрим. Вот. И к нему предлагается достаточно простой инструментарий. Вы генерируете некоторый профиль, потом редактируете этот профиль, говорите, вот такие-то, такие-то вещи показывать, такие-то не показывать, исходники лежат там-то, автор такой-то, вот это всё. А дальше, значит, нажимаете педаль, и подсистема, значит, сам Doxygen залезет в ваши исходники, в которых вы разложили комментарии, но комментарии специального вида, ну, вот, например, такие, все они могут начинаться с слэш-звёздочка-звёздочка. Всё, это означает, что данный комментарий блочный относится к подсистеме Doxygen и должен быть опубликован. Ну, и тут целая куча вариантов. Можно вот так, можно вот так. Всё это работает. Когда вы видите комментарии такого вида, имейте в виду, что Doxygen умеет такие вещи превращать, то есть он считает эти комментарии для себя значащими. Вот, и так этот инструментарий лезет в ваш исходный текст, причём языков программирования поддерживается довольно много, довольно много, вот, хотя и не бесконечно много. Ну, в первую очередь, C, C++, Python, Fortran, как отдельная тема Lex и Markdown. Ну, в общем, обжать их все, PHP, Java, C-Sharp. А дальше происходит вот такое чудодейство. Вот оно тут большое. Вот у вас исходники. Вот у вас дополнительные тексты, которые позволяют кастомизировать и писать дальнейшее в этом самом, в Doxygen. Дальше у вас есть config.doxifyl. Дальше есть у вас ещё какой-то профиль проекта. Я в этом не умею. Дальше вот это всё зажёвывается, и дальше из него умеется выгонять латех, то есть что-то, из чего можно сделать книжку печатную, маны, документ в формате RTF, документ в формате HTML, а ещё можно делать XML, потому что с помощью специальных библиотек этот XML можно прямо встраивать в ваш программный продукт. То есть вы можете сгенерированную документацию потом программную читать из программной CC++. В Python, слава богу, есть самодокументированные функции, и там можно и так это делать, а в общем случае их нет. Теперь наступает такой момент, когда я не знаю, что мне делать. У меня есть пример. Наверное, да, мы разберём пример. Помните наш генератор дебильных имён. Мы его уже облагораживали путём превращения из библиотеку в хедер в настоящую библиотеку и делали такое домашнее задание. А теперь мы в него напихаем ещё и документирование. Вот начиная с этого коммита, мы будем его снабжать документацией. Так и сделаем. Значит, давайте его склонируем. namegen. Давайте, значит, откатимся назад вот досюда, а потом будем подглядывать шпаргалку и смотреть, что нужно сделать для того, чтобы гид чекаут минус б док вот эту штуку. Вот. Сейчас никого документирования нет. Это вот последнее, что мы сделали в прошлый раз. Это поддерживали каверидж гэков. Вот. Значит, что нужно сделать? Первым делом для работы надо не забыть вернуться вот это. Ну, кажется, я про это потихонечку расскажу. В первом делом для работы нужно сгенерировать шаблон документации. Вот. Для этого у вас должен стоять, собственно, дооксиджен в системе. Вот. И надо сказать что-то типа дооксиджен минус и что ли, и не шейд. Да, минус г. Минус г. Давайте мы сделаем здесь, чтобы мне каждый раз… минус г. Докси. Файл .in. Что? Минус г я сказал. Вот. Значит, он будет называться .in неспроста. Мы всю эту машинерию подсунем еще и системе автотулс. А вы помните, что автотулс, видя файл .in, считает его прототипом и обрабатывает, и сделает из него файл просто докси-файл. А в этот .in мы наставляем всякие макросы из автотулс, типа название проекта, вот всю вот эту ерунду. Вот. Давайте мы посмотрим, как это было в шпаргалке, и воспроизведем все, что там было сделано. А, ну тут пока ничего, это просто докси-файл. Вот, он большой, там много разных параметров настройки. И примерно десяток этих параметров я сейчас буду модифицировать. Ну давайте так, git add . А, нет, не будем это делать сейчас. Так, git log master. Итак, вот мы сгенерируем этот докси-файл. Давайте мы сделаем вот так вот, чтобы просто конфликтов у нас не возникло лишних. 20. Разница именно в этом. А, извините, у меня этот сам себя перехитрил. Ну вот, как видите, этот коммит просто заводит этот докси-файл, и я сделал то же самое. Теперь давайте посмотрим, что в этом докси-файле надо изменить для его настройки. И это следующий наш коммит. Вот. Ну давайте я даже не знаю, вот сейчас вот так сделаем. Докси-файл. In. Напоминаю, что in это потому что он... Да, вот смотрите, здесь есть поля, которые, очевидно, надо заполнить. Project name — это будет мой проект. Но мы его, знаете, на что заменим? Мы его заменим на какой-нибудь вот такой макрос, который к нам приедет из этого самого, из автоконфа. Вот. Тут я написал package-tourname, но там можно было написать что-нибудь package-name, например. Вот. Это мы заменим на package-version, это мы заменим на project-brief и так далее. А дальше интересное. Значит, дальше нам нужно указать, где у нас будет документация. Опять-таки, из автоконфа приедет переменный docdir, и вот мы ее сюда и напишем. Вот. Дальше я сижу и включаю разные клюшки. Значит, разные клюшки — это… Мы смотрим их описание в Doxygen, ну скажем, что такое jav.doc-автобриф. Зачем здесь Java вообще? Автобриф — это включение такой дисциплины, которая принята в Python тоже, ну и в Java. Когда у нас есть отдельное описание one-liner, потом пустая строка, а потом полное описание. Вот. И при включенном автобрифе часть документации, где нужно короткое описание, будет использовать этот one-liner, а другая часть будет использовать полную документацию. Поэтому я это включил. Ну вот. Автобриф. Ну и остальные клюшки, которые здесь навключены, они примерно такие же. Вот. Optimize output for C, например. Или Extract all — это значит… Не знаю, что это значит. Вот. А, это значит заглядывать в классы, заглядывать в приватные классы, заглядывать в статические переменные. Ну, в общем, вот это вот все. Вот. Ну и, наконец, важный, самый важный элемент настройки — это указание, а где же у нас лежат исходники, из которых происходит извлечение информации. И вот тут вот макрос top asrcdir, который к нам приехал из AutoTools еще давным-давно. Это наш каталог, собственно. И SRC. Примерно так. Вот. Что нам еще нужно сделать? Нам еще нужно завести makefile. im, в котором у нас будет, помимо сборки всего, мы еще вставим в сборку документации. Вот так это делается. Нам надо вписать, что в target all local, который без того есть в этом файле, дополнительно собирается еще doxygen.doc. Вот. Это такая цель по умолчанию, которую автотулзовые эти самые припамбасы делают. Ну, и нам надо вставить вот такую вот, вначале вот такую переменную, dx rules. Собственно, вот этот dx rules включится сюда. Это у нас makefile.im, значит, правила makefile по созданию, собственно, документации. Вот. Ну и, собственно, кажется все. Ну, кроме того, что нужно init doxygen вот сюда вставить. Вот этот namegen, третий параметр, это будет torfile name, который мы там используем. Вот. Осталось только добавить doxy file в список конфигов, чтобы автомейк, видя их, автоконф, видя doxy file.ins, генерал .doxy file. Примерно так. А дальше идет, собственно, переписывание, переписывание комментариев, но это будет чуть позже. Давайте сначала проделаем эту операцию. Вот. Значит. Вот сюда. Обратите внимание на то, что произошло сейчас. Я пришел к следующей стадии примера. Вот эти изменения мы с вами уже видели. Да. В doxy file.in, видите, забились разные дополнительные настройки. Да. Вот. Нет. Например, optimize output for c. вот он. Тут написано почему-то c, надо написать yes. Ну ладно, не буду. Вот. Вот. Но. Помимо… Ну и, соответственно, в makefile в конфигуре попали соответствующие тоже настройки. Ну дайте их посмотрим. Вот. Вот мы включили dxrules, и вот мы сказали, что к спискам локально собираемых… к цели alt-local надо добавить еще docs.gen.doc в качестве еще одной собирающейся цели. Ну тут еще написано, как запускать HTTP-сервер, чтобы посмотреть эту документацию. Ну до этого еще надо дожить. Вот. Ну и, наконец, конфигуряк. Во-первых, в конфигуряке мы, во-первых, поменяли строчку ac init. Теперь мы ввели четвертый параметр, это название tar-файла, он у нас используется в docs.gen.doc. Вот. А во-вторых, включили dx init docs.gen, чтобы документация генерировалась. И, в-третьих, вот этот docs.file, сказали, что от него есть docs.file.in, пожалуйста, сгенери его. При этом обратите внимание на то, что для того, чтобы это все сработало, у вас в системе должен быть установлен не только автоконф, там, автомейк и docs.gen, но и специальный дополнительный макрос, который по умолчанию в дистрибутиве автоконф отсутствует. Его надо брать из проекта автоконф архив. Вот. Ну, скажем так, если вы берете пакет вашего дистрибутива, который относится к автоконф архиву, и ставите его, то все начинает работать. В случае дистрибутивов сообщества alt это будет пакет, который называется автоконф архив. Вот. Вот среди этого пакета есть, значит, давайте посмотрим его содержимое. Вот он довольно большой. Вот, собственно, вот это нам нужно. И вот там будут всевозможные определения того, что надо делать с docs.gen. Вторая часть вот этого коммита, к сожалению, он тут один, в общем, наверное, в будущем надо разделить. Я отвечу, тут Гарик задает вопрос, я на него чуть позже отвечу. Значит, тут надо разделить, на самом деле, этот коммит на два. Но все-таки, значит, вторая часть этого коммита, давайте посмотрим, как она устроена, это изменения, произведенные мной в исходных текстах. Причем обратите внимание и на C, и C-шных, C-файл, H-файл и Python-файл тоже. Давайте посмотрим, что там произошло. Мы документируем наши исходные тексты сообразно, ух, страшно это выглядит, давайте тогда лучше прям глазками посмотрим, сообразно дисциплине, которая введена в docs.gen. Вот, смотрите. Видите? Решетка, звездочка, звездочка. Это значит, что это docs.gen.овский какой-то комментарий. Директива файл означает, что сейчас пойдет документация к файлу под названием libnmgen.se, то есть в просмотре документации мы можем ткнуть в этот файл и увидим вот этот вот, конкретно вот этот вот кусочек. Здесь идет описание к функции namegen.special. Как оно выглядит? Оно опять же начинается с маркера, что этот комментарий значащий для docs.gen, в котором, в этом комментарии, можно использовать всевозможные инструменты форматирования самого docs.gen, который, который, который едет на котором, которым погоняет. А эти инструменты похожи на современный язык разметки типа маркдауна, только не они. У него свой собственный язык, как мы видели. Например, p это переменная, переменная c, вот здесь буквально написано, переменная c. Там можно было написать backslash p, кстати сказать, поскольку docs.gen предназначался очень давно к самым разным языкам программирования. Иногда вот эта бебячка могла что-то не то значить, а иногда backslash мог не то значить. Например, лист очень любит съедать backslash в исходниках. Поэтому там можно использовать так, как мы видели backslash и директивы, а можно бебячка директивы. Я предпочитаю бебячку, особенно в коде на c, где backslash воспринимается как-то как нечто специальное. Ну вот, так вот это переменная c, переменная c, вот такие дела. Что тут еще есть? Тут все функции так теперь задокументированы. Видите, функция namegenofsets вычисляет какие-то ofsets для n. Вот параметр n, параметр ofsets возвращает, возвращаемый параметр, и комментарий, что p это переменный ofsets, указатель внутрь вот этого самого странного n.m.g.arx структур. Вот эта функция не задокументирована, она внутренняя, это тот самый рандом изобретенный автором. А это снова задокументировано. Ну и так дальше. Вот мы документируем функцию и, значит, вот. Иногда эта документация будет довольно развесистая. Ну вот здесь, например. Вот. Иногда довольно лаконичная. Ну, в общем, примерно так это выглядит. Что еще нам? Где мы еще произвели изменения? Ой. В ваш файле мы произвели какие-то изменения. О! А вот так документируются в onliner данные. Опять мы видим маркер того, что это документация doxygen. Вот эта штука означает, что эта строчка в onliner, и эта документация относится к вот этому. И у нас где-то должен сгенериться по результатам этой штуки, где-то должен сгенериться документация по хедеру, в котором будет описано, что, например, n.m.gen truncated это outpuss was truncated. Вот. Что интересно, поддерживается также и Python, но мы это видели. И мы его тоже документировали так, как полагается в doxygen. Вот эта документация к пакету. Вот эта документация к каждому из объекта данных в этом пакете. Хотя, может быть, и нет. Может быть, и нет. Ну, мы сейчас все посмотрим. Вот. Кажется, теперь у нас все готово для того, чтобы собирать документацию во что-то. Гарик спрашивает, умение документировать в 2003 году. Это необходимость для программера в Linux или для общего развития, что такое есть и это можно делать. Понимаете, слово программер очень размытое. Если вам пришел лид и сказал, вот те функции, которые делают то-то, то-то и то-то, а на выходе делают то-то, то-то и то-то словами сказал, наверное, вам не нужно и документировать. А если вы и есть этот самый лид, а у вас работает целая команда, наверное, вы обязаны знать, как это документируется и даже проверять, насколько хорошо ваш проект задокументирован, потому что иначе ваша команда через некоторое время будет работать в безвоздушном пространстве. Поэтому умение документировать в 2003 году – это необходимость для разработки. Нельзя разрабатывать, не документируя. А программер, ну, наверное, да. Ответ – да. Ну вот, значит, давайте попробуем. Знаете что, только я поменяю, мне не нравится там слово C. Doxy file in for C. Вообще-то тут надо писать yes. Так, хорошо. Вот я запустил нашу святую троицу, автореконф, конфигури, make. Ой, а тут еще и make. Нет, давайте не так сделаем. Давайте make отдельно. Автореконф и конфигури. Автореконф нам сгенерит, собственно, конфигури из наших исходников. Вот. В частности, автореконф нам нагенерит целевых этих самых файлов. Doxy files генерится нормальный. Вот это все. Вот видите, тут заменилось все как надо. Вот. Значит, да, кстати, кстати. Не добавил ли нам эти макросы для Doxygen что-нибудь в этот самый, в конфигуре? Еще как. То есть мы, например, можем запретить нашему конфигурию или заставить, наоборот, наш конфигурь генерировать HTML, XML, RTF. Ну, короче, вот. Ну вот, да. Окей. Тогда запускаем make. Обратите внимание на то, что поскольку у нас make теперь входит, вот он, входит в таргет под названием local, входит в сборку DoxygenDoc, скорее всего, обычный make соберет нам и документацию тоже. Такое ощущение, что это как раз Doxygen нам все говорит. Да, смотрите. Ага. Современный Doxygen ругался на наш Doxy file. Вот. Потому что этот пример был сгенерирован два года назад, и я поленился его перегенерировать в этом году. И он говорит, что у нас кое-что устарело. Вы знаете, вот такое вот, вот имейте это в виду. Ну, ладно, буду иметь это в виду, надо будет переделать. Вот. А дальше, видите, он нас наспаймил, как он жует наши исходники, как он формирует какие-то, даже какие-то графы он формирует. Кстати сказать, для того, чтобы были видны… Там он будет рисовать такие картинки с графами. Для того, чтобы эти графы были видны, у вас должен стоять инструмент под названием GraphViz. Вот. Значит, минутка рекламы. GraphViz — это язык описания векторной графики, пригодный для чтения глазами языка описания векторной графики. Показываю. Вот сейчас, где-то тут должен быть examples gallery. Что-нибудь простое. Простое покажите мне, простое. Ну вот, например. Вот исходник. Вот картинка сгенерённой графизм, прямо сгенерённой. А вот и исходник. Вот картинка сгенерённой графизм. А вот и исходник. И так дальше. То есть из всех инструментов, которые умеют рисовать красивые диаграммы, причём располагать их автоматически на экране сообразно кучей алгоритмов, штук 5 разных, графизм самый такой продвинутый. Но это чисто команд-лайн. То есть вот у вас вход, вот у вас выход. Такие дела. Вот. Тут человек в чате возбудился и говорит, можно без рекламы. Можно без рекламы. Как вы понимаете, это была не реклама. Более того, в общем, таких инструментов, подобных к GraphViz, несколько штук имеется, но почему-то используется именно он. Единственный недостаток GraphViz, его написали какие-то учёные, поэтому его исходный код — это жесть адская. Каждый раз, когда выходит новый компилятор, приходится кучу всяких несовместимостей ловить. Нельзя учёным давать писать программы, программы должны писать программисты. Ну вот, давайте наконец посмотрим, что у нас получилось. У нас должен получиться DoxygenDoc. У него, как видите, есть каталог LATECH, где сгенерируются разные документации, и в том числе PDF-ки, как видите, по разным частям наших исходных текстов. И это, видите, стилевой пакет тех, то есть это прямо документ на техе. А есть также и каталог HTML, где сгенерал HTML. HTML-страничка. Как бы нам её посмотреть, эту HTML-страничку? Смотрите, очень просто. Обратите внимание, что мы с вами работаем на сервере практикума, но мы можем взять, прокинуть какой-нибудь порт, ну не знаю. SSH-L 8000, localhost 8000, linux-prac. Вот. Ну и запустить здесь KTP-серву. Что? А, там он запущен. Интересно, это я что ли из дома запустил? Это будет очень смешно. Сейчас. Точно. Я когда готовился к лекции, я уже запустил. Сейчас. Вот. Значит, что сейчас происходит? Я на вот этой машине, linux-prac, запустил локально KTP-сервер, который отдаёт мне конкретно вот этот каталог на питоне. В смысле, KTP-сервер написан на питоне. Вот этот каталог по сети. Вот. Если бы эта машина не была где-то во внутренней сети, гостевой сети нашего компании BazaltoSpo, в неё даже можно было из интернета зайти. Но поскольку мы туда подключаем в PSSH и пробросили восьмитысячный порт, вот этот самый, то мы можем теперь просто зайти на localhost, на восьмитысячный порт и всё это посмотреть. Localhost для твоей восемь тысяч. Оп. Это наш каталог. Узнаёте? Вот. Это, значит, где у нас там? Doxygen.doc. Это HTML. А это наша документация для NAMGEN. Правда, у неё нет титульной страницы ещё. Но зато у неё есть документация по файлам. Вот это вот та самая сгенерённая с помощью GraphVisa схемка. Причём она кликабл, смотрите. Вот беленьким обозначено, на что можно кликать. Это технология из прошлых тысячелетий, называется карта изображения, что ли. Там есть изображение, а под него можно подложить, в какое место изображения вы кликаете, чтобы перейти на другую страничку. Ну и вот вам, пожалуйста, это вот наши описания. Причём, как видите, это вонлайнеры, а вот это длинное описание. Помните, мы включали эти джавные вонлайнеры? Вот они, эти вонлайнеры. Вот. А когда мы на них сходим, получится длинное описание. Вот это описание функций, описание параметров со всеми пирожками. Вот. Я не сильно извращался при описании всей этой документации в синтаксисе Doxygen, но, как вы понимаете, там есть где поизвращаться, очень много всего. Ну вот. Давайте двигаться дальше. Значит, теорема существования доказана. Мы с вами прям своими глазами видим, а это логи от веб-сервера. Своими глазами видим, как у нас из исходных текстов сгенерировалась документация. Давайте что сделаем? Давайте добавим титульную страницу, ну и вообще как-нибудь облагородим. Облагородим. Все вот это безобразие. Посмотрим в шпаргалке, как это сделано. В шпаргалке сделаны две вещи. Первое. В шпаргалке у нас, помимо all local, это по сборке, добавлена штука под названием установка документации. Вот эта штука, установка документации, мы еще будем рассказывать про установку, я буду еще рассказывать, мы будем говорить про установку в конце семестра, на последней лекции, кажется. Но какие-то подходы к этому надо все равно делать. Помните в лекции, где мы полностью прошли весь, от начала до конца весь сьют автомейк автоконов, у нас, можно было сказать, десдир равняется тому-то и весь дистрибутив устанавливался туда-то. Вот туда же надо устанавливать и нашу документацию, допустим, в HTML. Ну, все просто. Мы говорим, что цель под названием install data, local, сопровождается еще и установкой документации, а именно в каталоге десдир, под каталоги докдир, который просто указывается там, обычный usr-shary-doc. Мы берем и туда вот ставим все, что нам нагенерилось в доксидент и доксидент. Теперь относительно того, как я тут модифицировал, немножко поправил синтаксис, чтобы в скобочке были более видны, вот здесь я поправил симульную ссылку, перевел ее в формат, который использует doxygen, такой довольно узнаваемый формат. Здесь я немножко что-то… Здесь было не хватало параметров. Единственное важное, что я сделал, это я с помощью директивы main page отметил среди всех текстов, которые есть, то место, где текст, который должен попадать на титульную страницу. Вот, давайте сейчас это сделаем. Значит, вот сюда. О, отлично замерзнулась, включая наш фикс. Пробуем. Все сейчас пересоберем. Вот, и я вангую, что на нашей титульной странице окажется теперь, окажется теперь еще вот этот текст, который берет вот отсюда. Fantasy name generator library, обратите внимание, это тоже форматирование вот этого вот заголовок. Я так понимаю, чуть ли не маркдауновский. Сейчас мы посмотрим на это. Так. Тик. Вот сюда. О, а вот и он. Вот тут описание, как вызывать. Значит, ссылки на соответствующие репозитории работают. Ну, короче, стало еще более развесито все. А дальше все то, что самое примерно. Вот. Вот, кстати, обратите внимание на то, что модуль, который написан на питоне, тоже отлично задокументировался. Помните, там были описания к этим самым? Вот он задокументировался. Это у нас файл. Ну, давайте еще посмотрим, как файл. Вот он, да? Файл на питоне. А вот документация по файлу… Сейчас. По файлу… H-файл, который любный ген. Вот. Вот это то, что мы писали. Помните строчку документации? Ну, вот. Вот они. А, нет. Ой, нет. Ага, а это исходники. Я там где-то нажал кнопочку «включать исходники в документацию». Вот. Вот, видите, а вот описание. Окей. И это значит, что мы сделали. Это мы уже сделали вполне себе полноценную документацию. Дальше дело только техники. Вы добавляете другие файлы, включаете их, размечаете туда директивы до Oxygen, и все начинает работать так, как вы хотите. Да, значит, еще одно замечание про GraphViz, поскольку там нужно превращать текст в картинку, то нужно установить какие-то шрифты. В Альте я просто поставил фонд ttf3-фонд, фрифонд мне хватило. Вот. В других операционных системах, в других дистрибутивах могут и сам файл, в смысле, пакет называться по-другому, и шрифты другие можно ставить. Ну, в общем, факт остается фактом. С этим работать лучше. Без GraphViz он просто не будет рисовать эти самые формулы, в смысле схемы и все. Так, 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 так. Что мы еще не сделали? Что мы не сделали? Мы не сделали в МАНГ программе. У нас есть же эта целая программа. Вот она. Смотрите. Которая, кстати сказать, выгоняет, то есть она как раз умеет генерировать эти идиотские имена. Но мы все еще не знаем, как генерировать эти идиотские имена, потому что у нас нет нормального help к этой программе. И он где-то там в недрах нашей документации, пойди его найди. Значит, техническим документированием мы с вами занялись, а вот о пользователе позабыли. Что нужно пользователю? Нужно, чтобы был минус-минус help и нужно, чтобы был man. Давайте мы сейчас поглядим на то, какие изменения там были проделаны. Кстати, я не уверен, что я в этом примере сделал минус-минус help, но мы сейчас увидим это. Нет, еще как сделал. Вот это будет man. О, смотрите. Вот это то, что входит в man к нашей программе. Причем, обратите внимание, что оно очень короткое, потому что мы говорим copy details из того куска документа, который помечен меткой library. То есть вот здесь начало этого мана, page name-gen, section-synopsis, section-description, как в настоящем мане. Вот. Это, backslash-a, это как раз те самые директивы. Да, я думаю, что это размер, это самый, ну, bolt, не bolt, подчеркивание, вот это все. Вот. А сюда просто это такой include copy details. Вот. Из чего-то, что помечено как library. Давайте посмотрим, что у нас помечено как library. Я вангую, что как library у нас помечено вот это. Вот оно. Page library. У нас есть отдельная страница под названием library. Сюда же здесь отдельная страница под названием myPage, в которую включается эта library, и этот же самый library, то есть вот эта вот вся фигня, включается и в man, который у нас отдельно там генерится. Ну вот. Соответственно, чего? Давайте посмотрим, что мы еще сделали. git log, не существует. Чего? А, это мешками. Вот. Значит. А, собственно, все. Только в этот самый, в docs.file и в makefile.m мы забили ручками, прям ножками, как сгенерировать man-страницу. Давайте на нее посмотрим. Там будет какая-то, какое-то мелкое извращение за моим авторством. Man-1-man. Обратите внимание, мы доверяем сгенерить man-page docs и джину. Мы говорим, смотрите, у нас есть маны. Генери. Вот. И это все. Дальше docs джин сам додумывается до того, что надо вот это вот сгенерить. Вот. Точнее, не docs, а макросы к autotools. Вот. А в конфигуриаке что не так? Давайте посмотрим. Не так. Git. Git. Log. Конфигуриак. Минус. Да нет, ничего мы с конфигуриаком не сделали. Непонятно, почему он там поменялся. А может, он там не поменялся. Может, я попутал. Да, он не поменялся. Docs.file поменялся. Хорошо. Давайте посмотрим, что в docs.file поменялось. А, это мои изменения. Хорошо. А, я включил generate man. Он теперь будет эти самые man page генерить. Кстати, сейчас, а он может сгенерировать? Мы же туда посмотрели или нет еще? Нет еще. Нет еще. Окей, по моему предположению, значит, минус-минус help работать все-таки не будет в name-gene, потому что я его, кажется, туда не вписал. Да. Будет работать только вот такая простецкая штука. Но man к нему будет. Окей, давайте попробуем. Не вижу здесь генерации man, но он там есть, видите мне. Вот. Давайте посмотрим, где он тут. О, вон он. Вот. Тут есть некоторая неприятность, которую я преодолеть не смог. Дело в том, что Docsygen предназначен в первую очередь для документирования библиотек, то есть для документирования API. И по умолчанию он генерирует просто документацию на функции, а также на, допустим, вот такую вещь. О. Все это, конечно, очень хорошо, но мы-то хотели сделать документацию на наш name-gen. Вот. Смотрите, какая красивая. Проблема состоит в том, что я не придумал, когда делал этот пример, возможно, надо как-то еще покуролесить, как положить документацию к библиотекам и функциям в MAN 3, а документацию в примере в MAN 1. Ну, то есть я могу их просто все сгенерить в MAN 3, а потом переименовать. Мне показалось это гостелем. Так что они все почему-то приехали в MAN 1, потому что я сказал, что их класть надо в MAN 1. Вот здесь я сказал, что их надо класть в MAN 1. Ну, в общем, вот. Значит, эту проблему я не решил, зато… Ну, у нас есть MAN. Более того, если мы скажем… Как он называл? ThisDir? Ну, хорошо. Вот смотрите, документация туда приехала, все как у людей. В BIN приехал NM Gen, в LIB приехал, соответственно, SO и LA, который никому не нужен, но нужен. В MAN приехал NM Gen MAN 1, это единственный тот, который мы отметили в IME файле. Такие дела. Прям вот как она есть. Осталось только все это собрать таким образом, чтобы документацию можно было ставить и упаковывать в пакет, но об этом мы разговаривать в этот раз не будем. Интересно, что… Ну, хорошо, давайте попробуем это сделать в конце концов. Значит, чего мы еще не сделали. Мы сделали MAN страницу, но мы не сделали HELP к программе. В действительности чаще всего поступают не так. Поскольку MAN страница – это довольно простая штука, то можно запланировать так, что ваша программа по минус минус HELP будет выводить что-то, а это что-то превращается в MAN страницу. Или ваша программа по минус минус HELP будет выводить краткую справку по какому-то другому ключу, там минус минус usage, будет выводить длинную справку, и эта длинная справка будет превращаться в MAN страницу. Чаще всего так делают довольно много. Иногда бывает проще написать какой-то общий текст, из него выгнать MAN и не MAN тоже, вот как мы с вами сделали. Но что касается HELP тумана, давайте попробуем… А, ну это просто пакет HELP туман. Он выглядит следующим образом. Вы говорите, программа минус минус HELP, она выдает какой-то HELP, а вы запускаете HELP туман, она генерирует какой-то MAN. Вот. И все, если у вас есть HELP, то есть и MAN тоже. Значит, более того, HELP туман довольно развесистый, он написан на перлесне, я же боюсь, если он не имеет память, довольно развесистый в смысле мозга, и если взять, например, довольно сложный пример взять, который что-то такое парсит на C. Вот это пример из документации по ARGP. ARGP – это хитрая библиотека GNU по парсингу… Давай быстрее. Вот. По парсингу командной строки. Давайте попробуем. Вот так как-нибудь. Значит, это кусочек документации по ARGP, библиотеке парсинга командной строки, которая ничего не делает. Сейчас мы узнаем, что она делает. У него есть HELP свой собственный, вот мы и узнаем, что она делает. О, вот смотрите, значит, с использованием GNUARGP мы написали какую-то утилиту, которая что-то ничего не делает на самом деле, она только выводит HELP и разбирает командную строку по следующим правилам. И вот правила ключи разбора, параметры, описание, дополнительное описание, баги, вот это все. Так вот, если к этому HELP туман… А, нет, не так. HELP туман, параметры исполнения PAL. HELP туман. Только давайте теперь именуем OUT в RGG и сказать HELP туман RGG, то она его запустит с ключом минус-минус HELP, проанализирует вывод его, зная, что вывод синтаксически совпадает с выводом, принятым в GNUARGP. О, и она сгенерирует некий текст, а этот текст, вот мои глаза мне не врут, этот текст именно является входным текстом для MANPage. Все MANPage выглядят так. MANPage — это один из самых старых языков разметки текста, предназначенный для вывода на печать. Соответственно, я, кажется, говорил, если не говорил, то расскажу сейчас, поскольку есть время. Давайте мы сейчас сразу скажем типа RGG.MAN. Ну, неважно. О, видите, как красиво. Ну, ребята из GNU не были бы ребятами из GNU, если бы сказали, знаете, этот MANPage мы тут на автомате сгенели. Читайте инфо-страницу. Вот. Ну, потому что, потому что, да. Но, тем не менее, все именно так, как есть. Вот эта вот таблица разметки, в смысле, это размеченный текст, который при рейдинге превращается в такой. Значит, насколько старый язык разметки, вообще вся подсистема связанная с MANPage. Смотрите. Давайте почитаем к нему документацию. Ну, для начала. MAN умеет форматировать документацию для вывода на 7-битный терминал, терминал, который знаковый бит, при выводе символа со знаковым битом, на который выполняются какие-то управляющие последовательности. Но мне интересно, мне интересно другое. О! MAN Keep Formatting. О! Итак, вот у нас есть этот MANArgMan. Да, сейчас мы скажем вот так вот. Вот. О! Шикарно! Значит, что я сейчас сделал? Я заставил MAN сгенерить документацию, отрендерить документацию, которую мы только что сгенерили, записать ее в файл O, но при этом оставить разметку, которая обычно бывает, когда мы смотрим на такие файлы. То есть вот если бы я не сказал Keep Formatting, у нас бы был чистый текст здесь. А здесь не чистый текст. Именно так MAN форматирует свой вывод, а утилита LES, например, LES, ее показывает. Вот видите, утилита LES, которая обычно показывает текстовые файлы, нам внезапно его раскрасит. На каком основании этот O раскрашен? Давайте внимательно посмотрим. Name, который раскрашен как жирный, в действительности выглядит как N, Backspace, N, A, Backspace, A, M, Backspace, M. То есть как двойной удар на принтере при выводе этой штуки на алфавитно-цифровое печатающее устройство. Этот символ будет пропечатан дважды. То есть головка вернется и еще раз напечатает. Теперь как выглядит подчеркивание. Теперь уже очевидно. Символ подчеркивания, Backspace, буква. Символ подчеркивания, Backspace, буква. При выводе этого на алфавитно-цифровое печатающее устройство текст будет подчеркнут. Потому что там дважды будет выведено. Вот такой старый этот формат. Понимаете? Тем не менее он отлично работает и вполне себе живет. Извините, я увлекся. Значит, что тут еще? А, ну это ParkP. Значит, да. Не хочу сейчас подробно рассматривать, как выглядит ParkP сам по себе. Хотя, наверное, стоит. Давайте поглядим. У нас есть еще немножко времени. Хотя бы глазками. Значит, общая идея ArcP состоит в том, что вы описываете отдельно параметры. Причем у параметров есть длинная версия, как в Gnu, минус минус verbose, короткая версия. Вот. И некоторые значения. И описание. Вот. Вы эти параметры отдельно описываете. Потом вызываете парсер, который их парсит. Вот. Нет. Тут все более хитро, извините. Врать не буду. Давайте мы лучше сюда посмотрим что-нибудь попроще. О. Ну тут совсем ничего. Вы просто парсите. Это неинтересно. Это неинтересно. Вот. Вы задаете структуру, в которой вы описываете ваши аргументы. Задаете документацию к ним. В смысле просто документацию. И вот парсите уже со структурой с документацией. И следующее. Это минимум. Секунд. Ладно. Слушайте. Давайте я не буду тупить в прямом эфире, потому что я почему-то решил, что я не успею показать, как это работает. И сейчас здесь кажется, да, значит, вы должны предусмотреть описание ваших параметров. Вот оно. Структуру, в которой будет результат разбора храниться. Значит, функцию parseOpt, которая будет парсить эти параметры, но она их будет делать очень просто. Вы будете говорить, значит, вижу вот это, пишу вот это, вижу вот это, пишу вот это, вижу вот это, пишу вот это, да. Все остальное тут будет заранее прибито, в частности, ситуация, когда вы разбираете ключ от параметра, ситуация, когда выясняется, что это параметр последний, ну и так далее. Ситуация, когда выясняется, что этот параметр вообще непонятный. Вот. А дальше просто вызываете сначала parser, а потом этот parser вам заполняет вот эту структуру arguments нужными значениями. Вот и все. Вот. Соответственно, удобно писать на C таким образом. А еще бонус стоит в том, что вы берете help to man и при аккуратном написании вот таких вот вещей, вот, у вас получается нормальный man в вашей программе. Такие дела. Ну вот, кажется, это все. Давайте вопросы, если какие-то есть, задавайте. Домашка у нас будет. Мы берем нашу программу для угадывания и сопровождаем, ну, во-первых, ее чуть-чуть переписываем просто для того, чтобы было что-то документировать. Потому что ваша программа могла быть суперпростой. Вот. Дописываем перевод в римскую систему счисления и обратно. Вот. Например, с помощью библиотеки Roman. Не знаю. Можно нагенерить просто табличку. Например, вы можете вообще ничего не делать, а с помощью вот этого модуля на питоне Roman сгенерить табличку перекодирования и не париться. Вот. Да. Значит, для работы с римской системой счисления добавить параметр минус r, задогментировать все вот это и те функции, которые есть в программе. Вот. И обеспечить help. Вот. Значит, с help на двух языках была какая-то проблема. Я еще посмотрю. Возможно, эту опцию я уберу. Вот. Я забыл. Я забыл про help на двух языках. А, нет никакой проблемы. Вы берете его и переводите. Нет там никакой проблемы. Ну, в общем, все. Значит, чего нету? Чего нужно еще придется сделать в домашке? У вас не будет в титульной страничке документации. Ее надо либо пальцами сделать, либо заставить вашу программу еще генерировать эту страничку как генерат. Вот. Потому что там будут какие-то ссылки в титульной страничке. Должны быть ссылки на всякие другие части вашей документации. А в минус-минус help его точно не будет. Ну, да фиг с ним. Хотите просто сделать ее статически. Ну и, собственно, все. Это сегодняшнее домашнее задание. Там в основном написание простейшей функции и документирование всего с помощью докса. Все. Кажется, это было все. Наш свежеприобретенный участник Гарик говорит, что ему понравились лекции в прямом эфире. Он хотел бы посмотреть другие ролики, которые есть на моем канале. Других роликов на моем канале нет. Мой канал — это просто записи лекций из прямого эфира. Гарик спрашивает, каким я пользуюсь дистрибутивом в будущем. Будучи ключевым разработчиком компании Bazelte SPO и 20-летним членом Alt-Linux Team, я пользуюсь дистрибутивом линейки Alt. Все, наверное, тогда. Всем тогда спасибо. В следующий раз у нас мы приближаемся к концу. Посмотрим, что у нас будет в следующий раз. В прошлом году в следующий раз была последняя лекция под названием «Установка и пакетирование». У нас зависла еще тема про Valgrind. И, возможно, я разделю установку и пакетирование и расскажу еще про пакетирование отдельное. Оно будет без домашнего задания, пакетирования, потому что это будет сборка пакета под Alt-Linux. Ну, в смысле, под CISIF. Это если мы успеем по времени. Если не успеем, значит, будет следующая лекция уже последняя. А, мы одну лекцию пропустили, тогда, может, и успеем. Все. В любом случае в следующий раз про установку точно говорим. Всем спасибо и до связи, до новых встреч.